Приставка и предлог. Приставка, хоть она и очень похожа на предлог, это очень разные вещи. Так, то есть приставка и предлог это очень разные вещи. Я думаю, что это мы знали с вами и долго, правда? Да, так, чуть точнее, можно? Это разные, ну приставка это часть слова, а предлог это или часть речи. Часть слова и часть речи. Все помнят, в чем различие, да? Часть слова, то есть строительный материал для слова. И целая часть речи, то есть уже целое слово. Именно так. Так, еще. Они используют разные цели. Приставка нужна для вызывания новых слов, а предлог нужно для того, чтобы смысл предложений. У них разные цели, действительно, у них разные функции. Приставка, мы знаем, служит для образования нового слова, это понятно. Предлог что-то делает уже не просто в слове, а в предложении. Да, то есть занимается более, так сказать, ответственной, что ли, работой. Правда? Что же он делает в предложении? Мы это, кажется, понимали. Мы это, кажется, знаем с вами немножко. Есть дополнение? Ну-ка. Предлог, у каждого передается мысль. Понимаю, в некоторых случаях можно без него наобойтись, но не всегда. Приставка тоже, согласись, вносит целый новый смысл. Скажу, унести не принести. Правда? Да. Да. Без приставки мы не поняли бы, что это совсем разные слова. Верно? Да. Значит, наверное, дело не только в смысле, он же что-то еще делает. Ну-ка. Например, если при трогах без трогах, тогда будет, например, они обедут три часа. Да, ну как? Если без трога, они обедут три часа. И что? Какой вывод мы заплатили? Вот при воде этот пример встретили. В надо показательно указать, что в тре, а не тре. То есть предплоги указывают на положение в пространстве, это значение, помнится, на отношение ко времени. Правда? Тоже они, наверное, могут нам указать. Они ужинуют девять часов. Ну, замечательно. Если они ужинуют девять часов, то то, что то новинка... Понятно. Можно такие же примеры приводить, это понятно. И еще одна важная вещь. Предлог – строительный материал уже для предложения. Так, помните? Так, приставка – строительный материал для слова. Предлог – строительный материал для предложения. Это важно. Вы с вами приводили, помните, какие-то интересные примеры на эту тему. Вы сами придумывали там и ребусы, и шарады с приставками и предлогами. Есть еще одна важная вещь. Раз предлог – это слово. Может ли он писаться по-разному? Может быть, например, «ис», и он там еще, тогда там будет «ис». Это предлог? Это приставка. Это приставка. А приставка? «С». Может быть. «Из». Ну, «из». «То из». Это одна и та же приставка? «Неда». Разные приставки? Исходите из значений. Так, разошлись мысли. Давайте думаем. Думаем, одна и та же или разная? Доказывайся, пожалуйста. Так, ну-ка. Это одна и та же. Доказываем. Одна и та же. Доказываем. Они пишутся по-разному, потому что в слове, если следующая приставка «лухая», то пишется «ис». А то если приставка «злухая», то «ис». То есть они просто пишутся по-разному. А обозначение, может, в принципе, просто одно и то же. Это одна и та же приставка. Это одна и та же приставка, просто в разных формах. Да проще даже. Это не какие-то формы. Это какая-то ее случайная одежда. Не так же. Ну вот скажем. Если я поверх надену еще рубашку, я от этого изменюсь? Нет. Ну и так нет. Я осталась прежде. Но вот цвет одежды изменится. Но что-то изменится. Вы станете глубоко. Конечно. Вот эти наши приставки, которыми мы сегодня в первой части займемся. Они вот точно так же меняют, как бы, немножечко одежды. Но они, конечно, остаются теми же самыми. И сначала это, конечно, приставки на «з», «с». Чем они все-таки отличаются? Все остальные приставки одежды не меняют на последние буквы в зависимости от того, как на них влияет корень. Приставка. И как? Приставка. Корень. По суфту. Звонкая. Согласная. И здесь. Звонкая. Согласная. Приведите мне, пожалуйста, пример. Так, пожалуйста. Из леса. Из леса – это петлок. Приставка, пожалуйста. Слово с приставкой. Да? Рассвет. Рассвет. Это звонкая? Нет. Ну, то самое, что с глухой. Это пойдет в качестве, примера, глухой. Я еще один пример глухой. Я тоже еще придумаю. Я это пример глухой. Здесь глухая и здесь глухая. Рассвет. Да? Исчез. 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 Согласна. Да, можно. Приставка не пойдет. Нам нужна приставка, закончившаяся на З или С. Раздается. Разразить. Разразить. Раздаваться. Пойдет. Приставить. Раскатить. Размазать. Размазать. Ну и так далее. Размазать. 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 Здесь звонкая и здесь глухая. Здесь глухая и здесь глухая. Размазать. 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 Вы имеете в виду, что слева мы придем привисывать эти приставки. Давайте их перечислим. Раз, раз. Раз. Чуть поближе напишу. Раз или раса. Как? Из. Или из. Раз. Раза, раза. Без, без. Без. Или без. С. Приставка С или приставка С нам здесь категорически не подходит. Нет же приставки З. Потому что нет приставки З. Просто. Прекрасно. Там еще все-таки. Примеры какие-то вспоминаются. АС. Нет, такую приставку не бывает. Из. Ужанна с кем? АПУС. АПУС. Хорошая приставка. Попробуй тут тащи эту приставку, да? Да. Если это только приставка, каким же должен быть коричь. Да. Еще. Еще. АПУС. 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 ВОЗЗА. Пойдет. Записываем сюда, да? ВОЗЗА или ВОССА. 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 ВОЕ! ОССС. ВОУ! Это ПОРИี่. ВООО! ВООО! ОСС. ВОСС. Ведь выгадаете такую приставку. За меня слово с такой приставкой. Я поверю. ОЗВЕРЕВШИ! И там какая приставка? ООО! ООО, конечно. ОООО! ВОССА! З-ОООССА! Ну, пожалуй, разве что в словах типа «взойти» или «встать». Ну, пускай будет приставка «вз» и «вса», как вариант приставки «вс». Так, еще есть редкие, но есть. Если расходиться, пожалуйста, если вниз сойти, то у меня будет приставка «вниз», «взвергнуть», «низ лагать», но, скажем, «нисходить» или «снисходить». Наконец, есть еще одна прекрасная приставка «через» или «через», «через» или «через». Как вариант? «Через себя». «Чрез». «Чрезмерный». «Чрезвычайный». «Чрезвычайный», совершенно верно. Но, скажем, «через чур». И как? Скажите, пожалуйста, вы поняли, чем эти приставки отличаются от всех прочих? Они действительно изменяют вот так свою одежду. В зависимости от того, какая согласная идет дальше. Так, какая это называется. Но, хорошо ли это? Вот с точки зрения общих принципов роста и карфографии. «Хорошо» или «плохо». Я не знаю. «Плохо-плохо». Ну, если «плохо», расскажите «почему». Если «хорошо», расскажите «почему». «Хорошо», ну, наверное, просто то, что так пишется. Вот как договорились, когда-то. Но, надо сказать, договор был очень долгим и непростым. «Думаю, что «плохо», потому что это лишнее правило запоминать надо». Более того, у нас есть общее правило. Все приставки пишутся одинаково. Помните? Всегда бывает такое правило. Все приставки пишутся одинаково. А эти почему? «Хорошо» или «плохо». С одной стороны «плохо», там приходится новое правило запоминать. «Пописать» или еще «плохо», потому что надо будет писать и вспоминать в таких словах, кроме эти приставки. То есть надо писать и думать. Какое же следующее? Мучительно думать. «Глухая» или «звонкая». Правда? «Глухая» или «звонкая». Возможно. Хотя узнать это, конечно, очень просто. Это хорошо, потому что без приставок мы не могли бы даже слова различить. Нет, речь не о том, что это были бы какие-то другие приставки. Но договорились бы писать «везде», скажем, «з» или «везде», «с». А мне нет, нельзя, потому что есть «с», а тогда я еще буду изгруппить, да, из-за того не очень хорошо говорить. А так сочетается «збук» с «букой». Кстати, если бы я хотел изменить это правило. Вот не нравится мне это правило, я его хочу изменить. Какой вариант я бы выбрал? Предположим, я хочу, чтобы все такие приставки писались с буквой «с» на конце. Почему это невозможно? А-а-а. Ну-ка, слушай. Потому что тогда было не сочеталось. Не понимаю, что не сочеталось. Приведите пример. Думайте уже о каких-то словах с этими приставками. Вам еще всех всех составлять с такими словами, так что думайте. Да? Ну, звучало бы все равно «з», потому что там звонкое. Приведи пример. Раздается. Хорошо, раздается. У меня есть правило, что я все приставки пишу здесь. Поэтому никаких проблем. Писали бы вот так. Раздается. А тогда, чтобы очень долго туда учитывать то, что там «с» и «з». Почему бы? Мы бы знали, что у нас есть приставка «раз» и все. Скажем, слово «сдается». Нас ведь не смущает, что мы пишем «с». А звучит там то же самое. Конечно, сдаётся. Послушай, сдаётся, раздаётся. Ещё? Например, если бы мы писали с, на конце тогда у вас получилась унси машины. Что в конце получалось бы? Если бы мы захотим ставить во всех приставках на конце с, тогда у нас получалось унси машины. Нет, не на всех, вы понимаете? Вот только в этих трудных случаях, да? Рома, слов, бес, через... Ну-ка, приведите мне пример, пожалуйста. Где бы корень начинался с гласной. Допустим, он. Или какой-нибудь другой. В крайнем случае, приведите пример вот такой. Так, пожалуйста, попробуйте. Разойдётся. Как? Разойдётся. Разойдётся. Это как раз вот такой пример, да? Разойтись. Ещё? Обойдётся. Обойдётся. Это там ни З, ни С. Ещё? Разорался. Разорался. Прекрасный пример. Очень по делу для некоторых. А вот почему я там не могу написать С? Разорался. Вот с того условия. Разорался. 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 Договориться, чтобы писать везде С, я точно не могу. Чтобы везде писали С. Нет. Почему? Разорался. 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 На самом деле мог бы. Мог бы договориться. Но, тем не менее, не договориться. Русскому языку и русской арфократии вообще. Но зато очень простой. Тот самый принцип, о котором мечтает каждый школьник. Как слышишь, так пишу. Как слышишь, так пишу. Совершенно верно. Фонетический принцип. Очень просто. Встретили такую приставку. Как слышите, так и пишите. Теперь основная задача. Как же услышать? Правильно услышать. На всякий случай. Звонкость и глухость. Чем отличаются друг от друга? Как определить звук? Звонкий или глухой? Если вы долго тянете, то это согласно. Пошел в стол. И то, и другое тянется. И то, и другое тянется. Я делаю в этом проще. Что создаёт звонкость? Есть. Глаза. 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 Или тон. Самая простая вещь. Глаза. Не берите задолжение. А в институте. Как ее гулает в эмоции. Вам направо. Глаза. Глаза. А возврат. Глаза. Звук. Давай попробуем. что изменилось связки ваши вибрируют все от вибрирулись еще самый простой главное всегда подручный способ определить звенит что-то дрожит что значит звонкая значит голос есть значит тон есть не звенит связки не работают значит тона нет понятно о чем речь живот на свете людям помогают приставки воз из через раз и без но если звук глухой согласно их встречает глухие звуки это непосредственно они спокойно не желают жить они мечтают звонкого соседа во что бы то ни стало оглушить и все было бы хорошо если бы у нас не было рядышком приставки с которые пишутся всегда подчиняясь общему правилу только с и никогда не завязывается с верхней ставки не образуются пожалуйста раз к этому инфинитиву и сжечь так давайте сжечь и скажем раз жечь звучит одинаково давайте попробуем сжечь разжечь 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 напишем почему то по разному а теперь по той же модели пожалуйста сами себе напишите еще вот такие парочки слов одно из них приставки с другое какое-нибудь с приставкой на з сами сами пишем что за слов не знаю думайте а это модель придумала все или зажмала что за слов приставка приставка а у нас шесть таких партий сжечь разжечь вам достаточно придумать те же самые приставки приложите к супер то есть переписать ну в некоторых случаях возможно и интересно решение избегать ну помните что приставки мы берем либо приставку с либо приставки отсюда бегаться не придется так и разбегаться 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 на счет переговорчивых не знаю но можно сговорчивый 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 это мы с вами любим поговорить сговорчивый так еще не сборный все проще проще сговорный и разборный а почему можно пробовать то что можно собрать и разобрать собрать и разобрать сбавить и раз можно задвинуть можно, конечно, задвинуть но не советы сдвинуть сдвинуть раздвинуть сговорчивый Сборный-разборный, сдвинуть-раздвинуть. Они сначала с вместе, а с противоположным. Проще, чем этот. Этот, как правило, цена у вас в противоположном значении. Антоним. То есть антоним. Внимаем, в каких парах антонимов не получается. Сжечь-разжечь, это, конечно, не антонимы. Они не в противоположном значении. Еще. Сбавить-разбавить. Сбавить-разбавить. Это, конечно, не антоним. Изговорчивый-разбавить. Сговорчивый-разговорчивый. Это, конечно, не антоним. А вот, скажем, сдвоенный-раздвоенный. Нет, не положено. Нет, не положено. Конечно. Сбежать-избежать. Будет ли? Нет? Да. Нет, не будет. Более того. Скорее, они в чем-то, в каких-то контекстах. Могут быть даже силы. Не так. Ну, когда вы сбежали с тантоним, и сбежали двойки. Нет. А можно и сбежать? Пишем ряд словечных. Бессердечных. Раскащим. Чрезмерных. Лишних букв, там, пожалуйста, не вставляйте. Чрезмерных. 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 Бессмертник. Простение. Бессмертник. Восстание. Испытание. Сдаться. Сдание. Сделать. Извущих. Через чё? Нездоровиться. Неспровергать. Что? Нездоровиться. Следующее. Неспровергать. Сколько у нас с вами получилось? Где есть вот такие наши с вами сегодняшние герои? Давайте их перечислим. Бессердечные. Бессердечные. Пойдёт? Да. Пойдёт? Да. Рассказчик. Рассказчик. Пойдёт. Чрезмерный. Чрезмерный. Безмерный. Будьте внимательны, пожалуйста. Чрезмерный. Бессмертник. Бессмертник. Отлично. Ча. Восстание. Куда должен написать? Вос. 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 Восстание. Испытание. Испытание. Пудно должен написать? Да. Испытание. Даже испытание. М. Сдафа. 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 А S меняется? Значит, это ещё что-то. Итак, ещё раз. Приставка Z. З Нет 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 Только С У кого-нибудь написано через З, только через Нет Нет У кого? Лацик Итак, стерц 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 Сюда же Еще Извозчик Извозчик Куда он пришел? В З В З А здесь Через Чур Через Чур Через Чур Куда напишем? З З Через Чур А через Чур, все-таки куда? Через 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 Там где ¡Через Чур! З Что мы спорим? Дальше По какой lens COMMUN. Через Чур Послушайте Что вы там слышите, чьи девочки. Я еще чу-чу-чу. Ниспровергать. Значит, конечно, сюда. Я пишу целиком словечко на доске, пожалуйста. Будьте внимательны. Будьте внимательны, сейчас,üğлятца фрэлочка дойдем. Дальше было. Ниспровергать. Ниспровергать, внимание. Как же нам это писать? Ниспровергать. Отлично. Сюда же пишем с приставкой низ. НИСПРОВЕРГАТЬ Обратите внимание, это не НЕЗГЛОДКОВА Это приставка какая? НИС Это приставка? НИС Это приставка НИС А НЕЗДОРОВИЛЬСЯ А вот дальше было совсем хорошее слово НЕЗДОРОВИЛЬСЯ Что с ним делать? Это слово ИСКЛЮЧЕНИЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ С чего? ИСКЛЮЧЕНИЕ С ПРАВИЛА НЕЗГЛОДКОВИЛЬСЯ ПОТОМУ ЧТО НЕТ ОКУ СЛОГО ЗДОРОВИЛЬСЯ Значит, смотрите Давайте напишем с вами Зелье вот такое предложение ЕМУ НЕЗДОРОВИЛЬСЯ И ОН СО МНОЙ НЕЗДОРОВИЛЬСЯ ПОЖАУСТА ПОЖАУСТА ЗАПЕТУЮ НЕЗДОРОВИЛЬСЯ И ОН СО МНОЙ НЕЗДОРОВИЛЬСЯ И ОН СО МНОЙ НЕЗДОРОВИЛЬСЯ ПОЖАУСТА 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 Согласись. Нечасто. Нечасто подойдет. Конечно. Честное дело. Здесь начальная форма. Такая вуза. Что делать? Нездоровится. Тут имейте значок, конечно. Здесь мы мягкого знака ставим. Почему не поставили? А потому что ему не здоровится. Да, это не начальная форма. Нездоровится это не начальная форма. Да, это третье. Помните, да? Никаких мягких знаков тут, пожалуйста, не ставите. Мы должны взять слитное. Здесь есть начальная форма? Здороваться. Здороваться. Есть такое слово отдельное. Здороваться. Поэтому мы должны, конечно, написать отдельно с частицей не. Ну, а теперь самое интересное. А почему мы здесь нас запишем? Нет приставки. Нет приставки. Давайте вспомним вот эти словечки знаменитые, в которых очень хочется иногда написать здесь. Почему? И отдельно их давайте себе напишем. Слово здесь. Слово здания. Слово здоровья. Я вам сейчас открою страшную, страшную тайну. Ну, сначала мы все-таки выделим корень. Но сначала мы все-таки выделим корень. в этих словах. Ну, далеко не всем, да? Так, как вы думаете. Как вы думаете, что это может значить? Это когда-то было приставки. Ну, это что-то поздно, потому что еще ничего не может. Это когда-то действительно были приставки. Давным-давным-давно. Настолько давно, что люди забыли, что это когда-то были приставки. и стали писать, отмечая вот это озвончение на письме. И мы действительно уже очень давно пишем ровно так. И не путаем это со словами вроде. Сдаётся. 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 Среди наших приставок есть редкие и частые. Среди перечисленных, ну, наверное, самая редкая для нас с вами. Это вз, пожалуй, да? Через или чрез, да? Редкая приставка. Воз приставка редкая. Сама по себе. Старая редкая. Вес. Низ приставка редкая. А вот вес как раз приставка частая. Хотя бы потому, что очень легко образуются слова. Сердечно. Конечно. Жило было слово сердце. От него образуется прилагательное, пожалуйста. Сердечно. А от него, в свою очередь? Вес. Вес. Отлично. Лапа. 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 Бес. То есть, тут всё очень просто. Бес сердечный, он без сердца. Переволосы не смеют. Нет. Переносы. Конечно. Значение перед нами. Переносы. Почему я в втором случае так написал? Чтобы мы поняли, откуда это произошло. Чтобы поняли, откуда это произошло. Это правда. И потому, что он действительно. В данном случае перед нами предлог. Помните, мы начали с этого. Предлог не изменяется. А приставка, как видите, ради Бога, меняется. Скажите, может ли быть бесчеловечный человек? Нет. Нет. Может быть. А разве вы не слышали, как у нас говорил, он был совершенно бесчеловечен? Или скажем, бесчеловечный убийца? Это что? Обязательно не о человеке. Он человек. Он человек. Он человек. Это просто переносный смысл. Это просто переносный смысл. Он как будто звеньем убивается. Он как будто бы бесчеловечный. Человек бесчеловечный. Даже не верится. Крокодил бескрокодильный. Пусть он уж лучше встретится. Он невинный, безобидный, Крокодил бескрокодильный. Но опасный, бессердечный, Человек бесчеловечный. Бес, бес, бес. Попробуйте сами образовать такие вот словечки с приставкой без. Они очень легко образуются. Попробуйте образовать такие словечки, которых нет в словаре. Без ноги. Без жирафа? Без жирафа, нет жирафа. Нет жирафов. Отлично, еще. Это жирафа через бок и. Без жирафа и через бок и покой нас доживу. Без бронем, без жирафа. Без жирафа. Без жирафа. Без жирафа. и 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 попробуйте без чего-нибудь подумайте где она пишет без а где без Спасибо.